Давайте начнем Мы с вами остановились В прошлый раз Городат как раз на доске писал Вот то, что он писал, я еще раз воспроизвел То есть мы смотрим E+, E-, 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 E- Аннигиляцию И хотим получить полное сечение То есть у нас Программа такая Мы получим это полное сечение Оно у нас было на лекциях Из вывода Потом посмотрим, как у нас выглядят спиральные сечения То есть в случае поляризованных начальных частиц А также про позитроний поговорим То есть у нас было несколько формул с распадами позитрония Вот мы их тоже сейчас выведем Давайте пока что выведем, как выглядит полное сечение То есть у нас есть квадрат матричного элемента Мы его прямо явно получили Явным вычислением И мы решили рассматривать этот квадрат матричного элемента В системе центра инерции Вот давайте Здесь это и будем рассматривать То есть у нас есть полное выражение для сечения D-сигма Это есть, я сегодня его уже писал много раз Это есть матричный элемент Должным образом просуммированный И усредненный по поляризациям Здесь стоит 64π D-фи на 2π D-t И множитель единиц на квадрат Правильно? Вариант Миллера в квадрате Мы его с вами считали Да, я считал даже для частиц разной массы У нас было выражение Это есть Там что было? 1 четвертая Это S на S-4m квадрате Правильно? Вначале у нас электроны Поэтому здесь электронная масса будет стоять Либо можем вот так переписать Давайте так перепишем S вынесу То есть будет S квадрате на 4 S квадрате на 4 А здесь 1 1-4m квадрате поделить на S Это есть не что иное Если я S подставлю как 4e квадрате То есть здесь будет стоять Бета в квадрате Бета электрона в квадрате Верно? Это есть бета электрона в квадрате То есть будет S в квадрате на Бета электрона в квадрате Ну вот и давайте с вами Все наши входящие сюда величины А именно матричный элемент Фазовый объем И вариант Миллера Выразим через Через угол рассеяния И через вот эти бета-факторы А на все S обезразмерим Давайте к доске кто-нибудь идите Дома кто-нибудь решал задачку? Какого-нибудь не получилось? Ну давайте Да А здесь матричного элемента С матричного элемента начнем Да лучше последовательно Потому что мы потом отдельно будем Для матричного элемента выражениями пользоваться Давайте пишем что такое матричный элемент А дальше Знаете пока Пока можете здесь Можете написать 16E в 4 А можете просто S оставить Мы на него сократим сейчас Видите здесь стоит S квадрат тоже А здесь какие-то комбинации B стоят Видно что матричный элемент Для процесса 2 в 2 Это безразмерная величина Поэтому она будет зависеть только от B И от угла рассеяния То есть никаких S Никаких энергий там не будет То есть этот S мы сейчас сократим А T минус U Да То есть что здесь будет такое Здесь T минус U 16 Там квадрата был Здесь S квадрат А здесь говорю Все можно через Вот S квадрат можно вынести вообще Из этой скобки S квадрата А остальное все через бету переписать Через бету удобно писать Почему? Потому что мы сразу потом можем перейти К ультрарелятивистскому пределу Бета электрона равной единице Да Можем к нерелятивистскому пределу По миону перейти Бета миона равная нулю То есть это такая комбинация Бета достаточно удобная Да А P в квадрате Это что такое? Это есть энергия в квадрате На бета электронов в квадрате Это есть энергия в квадрате На бета миона в квадрате Энергия в квадрате Энергия в квадрате даст вам s в квадрате, правильно? Здесь тоже. То есть на s в квадрате можно сразу сократить. Напоминаю, что s это 4 e в квадрате, да? Не просто e в квадрате, а 4 e в квадрате. 4. У вас здесь стоит e в квадрате, правильно? Поэтому 16 ушло, да. Просто ушло, и все. А здесь видно, что это минус бета-электроны, это минус бета-миона, но еще с какой-то коэффициентом. Что здесь будет? Вы их умножаете, что ли? А, не скажете. Ну, с бета-миона, да. И что нужно прибавить еще? Где бета у нас вот такая? Чтобы единичку получить. В квадрате? В квадрате, да. Надо уже идти еще. А, еще минус 1. Да, у вас... Почему минус? Плюс 3. Плюс 3. Минус. Плюс 3, да. Ага. Да, вот так вот. Вот, с сократился благополучно. Все, никакого са нет. Ага. Отлично. Вот такое выражение. В ультралит... У нас по электронам у нас всегда ультралитивизм, правильно? Ультралитивизм. Поэтому можем написать сразу, что это примерно, чему равно. Ультралитивизм по электронам, это значит, что бета-электроны единицу полагаем, да. Плюс 2. Да, вот такое выражение. И сразу видим то, о чем мы с вами говорили Какие сюда угловые зависимости входит От угла зависимости От угла Т Что здесь у нас входит Во-первых, ничего не входит Это полином Лежандра нулевой А во-вторых, косинус квадрата Это второй полином Лежандр То есть у нас есть С и D волна То есть L здесь может сложиться Либо в 0, либо в двойку Чтобы полный момент был Единица Когда вы Электрон с позитроном Аннигелируете с противоположными спиральностями У вас полный момент единицы будет Так, это мы маточный элемент нашли Вот еще сразу Можем где-нибудь в уголку написать Он нам понадобится Вот этот маточный элемент В нейролитивизме По мионам То есть если Бета миона Стремится к нулю То есть они вот столько-только на пороге Очень медленно родились То в нейролитивизме он чему будет равен ДТ останется Такое вот это Электронное Ну он туда можно досмотреть Вот этого ничего нет То есть просто двойка останется То есть он будет равен сколько? 32 пи квадрат альфа квадрат Константа Константная величина альфа пропорциональная Отлично Дальше рисуем Что у нас здесь стоит Но Д минус Т давайте напишем Д минус Т еще Д минус Т на Дфи Сразу чтобы там телесный угол какой-то Разолазит Дфи Вот у нас Т такое Сразу через Бета Ну ладно Можете потом написать Д косминус Т это Дфи Это у нас телесный угол верно Переписываем через энергию и Бета Бета электрона На бета миона Дальше еще Е квадрат Е квадрат это у нас С на 4 Да если угодно Ага И на телесный угол Да Отлично Все пишем Здесь место есть Пишем наше сечение Д сигма Просто подставляем все цифры Ультралитивизм По электрону У нас всегда будет Ультралитивизм Поэтому всегда можем Вот тот Маточный элемент Подставлять Угу Да Сначала все напишем А потом уже сокращать будем Значит 128 Пи квадрат Угу Это пошел матричный элемент Хорошо Теперь ДТ Д минус Т ДФИ Вот оно То есть это что такое С пополам Да Двух сократилось То есть С пополам И вариант Меллера еще есть Вот он Вот пока Один раз напишите Что здесь стоит Да С квадрат Ага Бета электронная Да отлично Потом бета электронной Единички положим Угу Да упрощаем Давайте сократим все лишнее Бета электронной Везде можно Единицы положить Да Да Одно ОС осталось Да Одно ОС осталось Как и положено На Д Омега Угу С коэффициентом Все правильно Да Угу Хорошо Ну все интегрируем Находим полное сечение Четыре Это от косинуса в квадрате Да Две третих Да И две третих Угу 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 А просто интеграла Телесного угла Это Весь телесный угол У нас Четыре пи Да Четыре пи Ну На вот это Вот это выражение Угу Ну давайте Немножко Простим Так Четверку Четыре пи Что здесь Здесь принято Так записать Просто Ну вон Четыре Четыре пи Вынесем Почему две третих Четыре пи А одна третья Минус Одна третья Минус Ага Одна третья Минус Единица Это минус Две третих Плюс Два Ага Ну обычно Так делают Здесь Не очень красиво Теперь Вспоминаем Что бета Мю Это у нас Что такое Это есть Единица Что там Минус Четыре Мин квадрата Делить на С Да В таком Виде Запишем Это так Для красоты Напишем Скорим Здесь от единички Ага Можете Сразу Можете Напишите Что получится Сразу Скобки Раскрыв То есть Минус Две третих Плюс Два Это что Такое Вот Четыре третих Четыре третих Ага Плюс восемь Плюс Да Плюс восемь Ага Есть еще Ага Ага Ну четыре третьих Обычно выносит наружу Будет Четыре пи Альфа квадрат Натрий Ага А с А с То есть как будет Ага А здесь Здесь будет Единица Плюс Два мил квадрата На с Да 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 Вот такое сечение И мы его писали На На семинаре Выписывали его Да Как Как Результат Интегрирования Вот такое Такое Замечательное сечение Получилось Угу Отлично Теперь давайте Небольшую модификацию Этой Этой задачи Рассмотрим Это мы нашли Полное сечение Е плюс Е минус Е плюс Е минус Правильно Теперь давайте Попробуем Посчитать Здесь вопросы есть Какие-то по этому Сечение Все понятно Да Ну здесь достаточно Простая Такая Простое вычисление Теперь давайте Попробуем Обратную реакцию Посчитать У нас все Для этого есть Вот у нас есть Ми плюс Ми минус Ой Ми плюс Ми минус Аннигилирует Е плюс Е минус И тоже давайте Посчитаем Как выглядит Как выглядит Сечение Да В чем Отличие будет М М М Вариант Изменится Да То есть Теперь И будет Другой И квадрат Будет Другой Ну напишите Его И квадрат Чего Раньше И квадрат Содержал Бета электрона И бета электроны Мы полагали Равно Единице Да А теперь Вариант Будет содержать Бета миона И его Уже Единицы Мы не можем Полагать Правильно Потому что Оно может быть Каким угодно Как я не пронигилирую Таким оно и будет Ага Матричный элемент Как-нибудь изменится Нет Потому что Переход к обратной реакции Не отвечает Изменению Каких-то инвариантов То есть С как было С так и останется С Ну пишем Сечение Которое у нас получится Вот у нас Смотрите Как было раньше Вот раньше Здесь было Бета электрона В квадрате И мы его Заменяли на единицу Да А теперь здесь будет Бета миона В квадрате То есть Одна бета миона Да Бета миона Уйдет в знаменатель То есть Можем сразу написать Чему полное сечение равно То есть Если раньше у вас Бета миона Возникало в числителе В первой степени И это отвечало Пороговому Поведению Нерелятивистскому Сечения Да При малых бета У вас сечение Определяется С волной Тем что у вас С волна То есть При малых бета Оно себя должно вести Как бета В степени Бета миона В степени 2L плюс 1 Да Если у нас Главное это С волна Л равно нулю То Должно остаться Бета Да Вот у нас здесь Бета и возникало В сечении То есть Теперь мы уже Это сказать не можем У нас Нерелятивистский Просто Корень Знаменатель Корень Ну Можете просто написать Как бета миона Его В знаменателе Просто Чтобы подчеркнуть Что раньше он был Бета в числителе А сейчас В знаменателе Да А остальное То же самое Да 2ми квадрат 9с Ага О Отлично То есть Сразу получили Сечение Ну Напишите Что Ми плюс Ми минус И плюс И минус Да Замечательно Давайте Следующую Задачку Рассмотрим Ну Давайте Если вы не устали То еще Следующая задачка Будет такая Просто на основе Того Что мы Только что С вами нашли Давайте Попробуем Вычислить Ширину Распада Ортомеоне Мы На лекциях Про это говорили Сейчас на семинаре Ее напишем Чему она равна То есть Следующая задача Это Так Вот это Наверное Мне не надо Да Не надо Следующая Вторая задача Это Ширина Распада Ширина Распада Распада Ортомеоне Ортомеоне То есть Это состояние Где у вас Момент Единичка Ортомеоне Плюс Ми минус ВС Волне А здесь Стоит Тройка Это Найти То есть У нас Картинка Какая Вначале Был Мионий Вот В связанном Состоянии То есть Это Мионий А в конце Возможны Разные Конечные Состояния Ну вот Мы С вами Возьмем Туши То Конечное Состояние Которое Дает Основной Вклад Ширину Это Е Плюс Е Минус То есть Ортомеония Распадается Е Плюс Е Минус Е Минус И вот эту ширину С вами найдем Давайте вспомним Как у нас Связаны Матричные Элементы Для Просто Процесса Ми Плюс Ми Минус Е Плюс Е Минус С Матричными Элементами Для Распада Миония В чем Там Отличие Было Качественное В чем Отличие И в Какие Множители Появлялись То есть У вас Две Картинки Есть Первая Картинка Это Свободный Ми Плюс Ми Минус Переходит Е Плюс Е Минус Это Одна Амплитуда А вторая Картинка Это Связанное Состояние С какой-то Волновой Функцией Связанное Состояние Ми Плюс Ми Минус Да То есть Мы Говорили Что Упишите Матричный Элемент Для Перехода Миония В какое-то Конечное Состояние Мионий Ну Мионий В конечное Состояние Это Есть Матричный Элемент Это Есть Матричный Элемент Для Ми Плюс Ми Минус В то же Конечное Состояние Да Там Была Как правильно Евгений сказал Пси в нуле То есть Волновая Функция В координатном Представлении Даже без Модуля Пока Просто Пси в нуле И что еще А В квадрате Нет В квадрате Это на матричном Элементе Возникало По модулю В квадрате Когда вы квадрат Матричного Элемента Смотрите Там Пси в нуле По модулю В квадрате Возникало А здесь Еще Нормировочный Нормировочный Фактор Помните Я вам говорил Что есть Разные У нас Разные Нормировки То есть Мы должны Всегда Нормироваться На Одну частицу В единице Объема Из такой Нормировки Из-за того Что у вас Мионе Это Одночастичное Состояние Не двухчастичное В отличие От ни плюс Ни минус Еще Дополнительная Единица На Корень Из массы Здесь возникает Единица На Эдиница На Энергия На Энергия Миона В нереативизме Это Если у нас Мионе Это нереативистская Система Просто Пиши сюда Массу Миона То есть Вот такая Вот связь Вот такая Связь И Если мы Теперь по модулю В квадрате Это все Возведем То что нам И нужно То давайте Посмотрим Что у нас Получится Предположение Что Ми плюс Ми минус В мионе Образует В водородоподобную Систему То есть Просто записать Просто по модулю В квадрате Напишем Мионий Ага Это есть Этот матричный элемент Мы знаем уже Ага Ну хорошо Так его запишите А здесь Пси в нуле Да По модулю В квадрате Это что такое Гола Единица На пи Оборовская В кубе Да Единица На пи Оборовская В кубе Угу И подставляем Что такое Оборовская Так это Альфа Наверное Что Это Раньше это было Единица На м альфа Правильно Оборовская Единица На м альфа А теперь вместо А теперь вместо М у нас Там приведенная масса Да Поэтому это что будет 2 делить На м альфа Угу 2 делить на м альфа Знаменатель 8 Угу Одна Мю сократилась Осталось Мю квадрат Альфа В кубе Да Вот такая Штука Получилась Правильно Отлично Ну давайте Писать выражение Для ширины Значит Выражение Для ширины Это все Наверное Можно стереть Да Угу Как у нас Выражение Для ширины Выглядело Это был Поток Насечения Правильно Поток Это Было 2 бета Меона На Вот это Вот как раз Псивную Ле по модулю В квадрате То есть Ну так и напишите 2 бета 2 бета На псивную Ле по модулю В квадрате Да То есть Вот эта Псивная Ле по модулю В квадрате Она как раз Отсюда и бралась Да Умножить На сечение На сечение Соответствующее То есть Сечение Перехода Орто Состояния Ми плюс Ми минус Ну как-нибудь Напишите Ми плюс Ми минус В состоянии Состоянии Вот таком С И плюс И минус Да Мы смотрим И плюс И минус Отлично Вот мы с вами знаем Как выглядит Неполяризованное Сечение Неполяризованное Сечение Когда здесь Ми плюс Ми минус Мы просуммировали По поляризации Как оно выглядит Е плюс Е минус Да Давайте Его Нерелативистский Предел Возьмем Сигма Нерелативистская То есть Когда Мионы У меня Почти Неподвижны То есть Там где можно Переходим К пределу Бета Ми к нулю Да А инвариант С Тогда Чему Рай Четырем Массы В квадрате Да Четыре Массы Мюнов Квадрате Да Здесь Бета Ми мы Оставляем Нетронутым А здесь Будет Одна вторая Одна вторая Ну в общем Заминатель Приводим Двойка еще Заминатель Да Есть Да Вот такой Нерелативистский Предел Мы его Кстати Сегодня На лекции Вспоминали Да Этот предел Обратите Внимание Что у нас Один и тот же Предел Нерелативистский Для Е плюс Е минус Для Ми плюс Ми минус В Е плюс Е минус И для Того процесса Про который Мы на лекции Говорили Там что было Ми плюс Ми минус В два Гамма Да Нерелативистское Сечение Одно и то же Одинаково Глядит Ага Но Это Неполяризованное Сечение То есть Неполяризованное Сечение Оно Равно Чему Это Есть Три четверти Сечения Со спином Единица Да Ага Да Хорошо Вот так Правильно Ага Вот Про Вот это Сечение Про Вот это Мы Что можем Про него Сказать Когда Когда у нас Есть Ортамионин Да То есть Чтобы его Написать Это сечение Нам нужно Как-то Выразить Наше Неполяризованное Сечение С вот этим Сечением Да Для этого Нужно Сказать Что Вот это Сечение Мало Да Почему Мало То есть Пренебречь Вот этим По сравнению По сравнению С вот этим Почему 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 Мало А если Мало То Как Чем Подавлено Каким Фактором Ну Можно сказать Что Лишним Альфа Подавлено Если Вы Это Сечение Представляете В виде Двухфотонного Механизма То есть Когда У вас Не плюс Не минус Не плюс Не минус Переходит Е плюс Не минус В состоянии С полным Моментом Ноль Через Два Фотона Да В таком Механизме У вас Действительно Подавление Будет Еще лишнее Альфой Да А так В принципе Вы И здесь Можете Здесь Могли Бы Получить Проекцию Момента Равная Нулю Пронигилировав Ваши электроны С одинаковыми Спиральностями Вы знаете Что в ультралитивизме Электроны Аннигилируют С противоположными Спиральностями Верно И это утверждение Справедливо С точностью До Единицы На Релятивистский Гаммафактор В квадрате Правильно Поэтому С точностью До Вот этого С точностью До Вот этого Фактора То есть Мы пользуемся Тем фактом Что у нас Е плюс Е минус Аннигилируют Состояние С полным Спином Единицы Правильно Со спином Ноля Они могут Возникнуть Только В подавленном Единице На гаммаф Квадрат Фактором Поэтому Вот этим Сечением По сравнению С этим Можем Пренебречь Да То есть Написать Вот это Сечение Для Ортамиони Мы можем Как 4 Третьих 4 Третьих Сечения Неполяризованного Подставляем Все наши Цифры Бэтамион Пси в нуле Вы только что Написали Только здесь Прямо Живьем Будет Пси в нуле То есть На корень Не надо Делись Да На 8 То есть 4 Третьих А здесь Неполяризованное Сечение Будет Сечение Единицы На Бэтамиона В квадрате Да Ув квадрате Ув квадрате Ув квадрате Двойка Да Бэт в первой степени Еще двойка Все сокращаем Все лишнее То есть Это что такое Мы считаем Это ширина Распада Ортамиония В Е плюс Е минус Пара Ортамиония Также может Распасться На фотоны Правильно Следующая Возможная У него Мода Но на фотоны Это будет Подавленное В Альфа Расечение Верно Плюс там еще Фактор случайного Подавления Про которые мы говорили П квадрат Минус 9 То есть Что я хочу сказать Что Мода Меония Распада В Е плюс Е минус Она является Деминантной Все другие Моды Они как минимум В альфа Рас Подавлены Насколько? Нет Что-то многовато Откуда тройка? Это что такое? Ага Вы же вот это выражение Берете Шесть Да Да Так вот Это примерно Ширина Отвечающая Времени жизни Семь миллисекунд Насколько я помню То есть Если по Посчитать Единицы на гамма То есть Время жизни Да Это будет Семь миллисекунд Семь микросекунд Микросекунд Извините Не миллисекунд Отлично Теперь давайте Вот что сделаем Мы знаем Что Вот глядите У нас есть Меоний Да Мы знаем Что для него Вот этот Распад Является главным Давайте попробуем Найти Выражение Для Сечения Сечения Вот такого процесса Вот у вас есть И плюс И минус Да Коллайдер Какой-то Вы В этом коллайдере Родили Меоний Меоний А он Потом Распался На Какое-то Конечное Состояние F Здесь В качестве Резонанса Возникает Наш Меоний Да У нас Было С вами На лекциях Выражение Для Полного Резонансного Сечения Такого Процесса Давайте Его напишем То есть Какие Здесь Множители Были То есть Главная Особенность Какое Поведение Если у вас Есть резонанс То есть Что Брейт-Вигнер Совершенно верно Молодец То есть Будет Брейт-Вигнер Здесь Возникала Гамма Резонанса В Е плюс Е минус Гамма Резонанса В Конечное Состояние Да А здесь Стояла Брейт-Вигнеровская Брейт-Вигнеровская Кривая Я так Напишу С Минус Масса Резонанса В квадрате Квадрате Плюс Масса Резонанса В квадрате На Полную Ширину Резонанса А здесь Было 4П 4П На Спин Резонанса Плюс 1 То есть Вот такое Выражение Вот это Брейт-Вигнеровская Кривая Которая Определяет Как раз Главный Вклад От Резонанса Если я нахожусь По энергетическому Идварианту С близко К массе Резонанса То у меня Это величина Достаточно Большая Да Окей Давайте теперь Попробуем Рассмотреть Это выражение В предельном Случае Вот в качестве Конечного Состояния Для ортомеония Если Р Это у нас Ортомеоний В качестве Конечных Состояния У нас могут Быть много Разных Конечных Состояний Но главным Это будет Е плюс Е минус Правильно Давайте В качестве Ф Возьмем Е плюс Е минус Е плюс Е минус Да То есть Конечное Состояние Пусть у нас Будет Е плюс Е минус Тогда Как Будет Выглядеть Это сечение Давайте еще раз перепишем Для миони Не, ну мы подставляем Ж чему равна? Да, Ж равна единице Здесь будет тройка Дальше Здесь стоит ширина резонанса В е плюс е минус Она как с этой шириной связана? Это полная ширина резонанса Это ширина в е плюс е минус Это ширина в конечное состояние Оно у нас тоже е плюс е минус То есть все вот эти три величины Они у нас примерно одинаковы То есть мы говорили, что полная ширина Она в основном насыщается е плюс е минусом Ну так и пишем То есть гамма резонанса в квадрате Гамма резонанса в квадрате Ага Так Угу Да Здесь Ну хорошо, мы его подставили Но на самом деле У нас масса резонанса Это есть Если уж чуть более точно То есть это есть вот этот два мю, да Который вы написали Плюс еще энергия связи, да Плюс энергия связи в мионе Поэтому мы можем пока просто как массовый резонанс оставить Ну или так пусть будет Как мы написали Масса резонанса в квадрате Ага, окей Будьте здоровы А здесь то же самое, да Масса резонанса в квадрате Окей Вот Теперь давайте воспользуемся тем фактом Что вот эта величина Она Это ширина распада миония Миония в е плюс е минус Которая примерно есть по полной ширине Она очень маленькая, да Если она очень маленькая То мы можем взять предел У нас есть такой предел В каких-нибудь мотанализах, наверное, проходили Что предел Эпсинал в квадрате плюс x в квадрате Это еще что такое? Женя, чем мы пределы равны? А? На π умноженное, да Владиславль То есть это будет π, дельта от x Да Ну вот давайте к этому пределу и перейдем В качестве эпсинала у нас У нас здесь четверки нет Здесь четверки тоже нет Если масса резонанса пишем В качестве эпсинала у нас выступает Масса резонанса на гамма резонанса То есть одну гамма резонанса нужно Наружу вытащить 12π Так, ну почему я говорю Массу просто Надеюсь, надо помножить на массу и поделить Да, 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 совершенно верно Поделили на массу Ну и теперь Ну вот в этом пределе у нас В числителе не эпсинал квадрат, а эпсинал Да, стоит Поэтому одна гамма Одна гамма должна остаться Здесь какая степень масса у нас? Вторая? Первая Первая, да? Вот То есть мы видим, что наш резонанс Он в пределе, когда мы Вот эту ширину устремляем К нулю, да, он выглядит вот таким образом Правильно? Давайте подставим, чему гамма резонанса равна Мы ее же нашли с вами только что То есть еще раз Сейчас мы смотрим полное резонансное сечение Да? Исходя из посчитанной ширины Ну, сократить там все, что можно Масса резонанса это примерно две массы, да? Неона Да, вот такой ответ получили Отлично А теперь Мы могли бы этот ответ Получить другим путем Тут же самый ответ Можем получить Получить другим путем Вот Давайте где-нибудь освобожу Вот давайте У нас есть Е плюс Е минус Е плюс Е минус Да? И он не рождает Е плюс Е минус В Меонии Да? В состоянии В состоянии Меонии Вот такое Такое сечение Посмотрим Чему оно равно То есть у меня Просто Е плюс Е минус Перешло В Меонии Да? В ортом Меонии Вот посмотрим Чему это сечение Равно То есть сечение Е плюс Е минус Меонии Меонии Равно Что у нас здесь есть? У нас здесь есть матричный элемент И одно частичное Одно частичное Конечное состояние То есть Да, то есть пишем Матричный элемент По модулю в квадрате Да? Матричный элемент По модулю в квадрате Вот этот матричный элемент Да? Поделить На Что там было? Четыре потока Да? Четыре и Угу Нет, без квадрата В этой формуле Без квадрата Дальше Фазовый объем Да? Конечного состояния Д Так Ну Вы его Пишите весь Д3 Да? На два пив куби Угу Да, правильно Меона И на два пив четвертой Это дельта функция Минус Полная Меония Да, ага И интеграл Раз мы полное сечение смотрим Отлично Давайте его посчитаем Чему это равно А поток Поток Чему равен? Да, это будет Четыре С на четыре То есть мы сегодня его Списали То есть там было как? Поток в квадрате У нас вот в первой С на четыре С В квадрате На четыре Бета электрона В квадрате Вот так вот, правильно? Раз у нас Меония родился То Бета электрона Можно положить Равным Денице Да? То есть поток Будет С пополам Это вы что пишете сейчас? Просто подставляйте Все Все выражения А потом будем уже Все сокращать Я конечно верю Когда вы пишете Но так проверить Удобнее будет Матричный элемент Значит у нас Меония родился Нерелитивийский Правильно? Нерелитивийский То есть вот такой У него матричный элемент 32 Что там П в квадрате Еще П в квадрате На альфа квадрате Здесь стоит Четыре потока Поток Это С пополам А вот эту штуку Мы с вами Да Мы ее с вами Интегрировали На лекциях Помните? То есть мы говорили Что Вот то что здесь стоит Вот это вот Это есть что такое? Это есть Д4 П Меон На дельта функцию Правильно? Дельта функция Что в ней стоит? На энергии? Нет П квадрат Минус М квадрат Да П П Меона П Меона Минус Моя масса Резонанса Обозначает П квадрат Минус Полная Инвариантная Масса Резонанса Да А вот эту дельта функцию Можно проинтегрировать По Д4 П Мю Да Вот это у нас П мю стоит П мю То есть в качестве П у нас Вот здесь возникнет С Правильно? Ну давайте Пишем что получится То есть будет 2П 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 На дельта функцию П квадрат Это что такое у нас В наших обозначениях? На Ф В квадрате Минус Так Вот здесь вот П мю П мю Миона П миона П миона Да То есть вы по нему интегрируете То есть заменяете П миона на П плюс П плюс П минус То есть это что такое у нас? Это С Это С, да С минус Масса резонанса в квадрате Масса резонанса в квадрате Ага Отлично Так Было Там есть Хорошо А С у нас Чему равно Раз вы находитесь На пороге рождения Два Почему два Четыре 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 мю в квадрате Да Ага Подставляйте Еще что мы забыли Вот когда Смотрите внимательно Когда мы матричный элемент писали Мы написали Тридцать два Пи квадрата Альфа Квадрат Да Правильно? А у нас еще что есть с вами В матричном элементе Вот отсюда пошло Тридцать два Пи квадрата Альфа Квадрата Еще А еще есть Пси в нуле И ми Да Давайте не забудем На него умножить Вот вы здесь Это уже сделали Как раз То есть 8 А только 8 По-моему Там знаменатель Было Нет 8 Там было Да 8 Пи А здесь Мю в квадрате И альфа в кубе Да Поскольку Один сократился Мю Вот То есть Вот этот Фактор Не забываем Да От взаимодействия Ну смотрим Чему Так Вот здесь вот стоит Все таки С пока Давайте напишем Он у нас Нет Нет А здесь Здесь мы Здесь мы подставили Чему он приблизительно Равен Что у нас останется Так Пи в квадрате Пи в квадрате Останется Да Альфа в пятой Мю в квадрате Все сократилось Вот еще 2 пи Это что кстати такое написано 16 16 да Там четверка Отсюда и четверка А Ага Ага Ну вот туда Ничего Ничего да То есть пи квадрат на альфа квадрате На дельта От с минус Масса Ременовца Квадрате Ага Отлично Вот сравниваем с тем Что мы с вами Из вот этой формулы Из общей формулы Получили Это общая формула Да Из нее мы Дельта функционным переходом Получили ровно то же самое Что прямым вычислением Да То есть взяли прямое Прямое вычисление В одночатичное состояние То есть мы как минимум С вами проверили Что у нас вот эта формула Нормально работает Да Убедились что у нас Все нормировки Вот эти правильные Релятивистские Да Что мы здесь все делаем Все делаем Как надо Да Вопросы есть какие-нибудь Потому что мы здесь сделали Все здесь понятно Вот эта двойка Отсюда С пополам Да Двойка из того Что у вас И это есть С пополам Ага Все Спасибо Элинар Молодец Вопросов тебе больше? Давайте перейдем К рассмотрению Поляризованного Случа Так Календарь без 10 Сейчас напомните Что Без 10 Сейчас Третья задача Снова Рассматриваем Е плюс Е минус Рассеяния И давайте сделаем следующее Будем рассматривать Ультраллитивистский предел То есть у нас Ультраллитивизм По мионам По электронным автоматам Ультраллитивизм По мионам И найдем Все спиральные Амплитуды Амплитуды Давайте немного напомним Как у нас В ультраллитивистском пределе Выглядят Наши спиноры То есть полная Амплитуда Нашего процесса Я могу записать В таком виде Это есть Ток Электронный Смел Умножить на G-миню И G-миню На В квадрате В квадрате На G Мионный Ой, как нехорошо Давайте так Я сделаю Альфа-бета 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 Это у меня ток электронный Это ток ионный Здесь альфа Здесь бета Здесь комплекс И сопряженная величина То есть мою амплитуду Я запишу Вот в таком виде Мы ее уже писали Я ее просто переписываю Немножко по-другому Где Электронный ток Жить электронная Альфа Это есть что такое Это есть В с чертой В с чертой От П плюс От гамма альфа И от П минус Да А Мионный ток Он у меня весь комплексно сопряженный Поэтому я его Еще точно в таком же виде Как здесь Мионный ток Это есть В с чертой От П плюс штрих Гамма бета У От П Минус штрих Так бы я Когда записывал По правилам Феймана У меня было бы У с чертой От П минус штрих Гамма бета В От П плюс штрих Да Я пишу здесь Комплексно сопряженную величину Вот такую Ну соответственно Вот это от пропагатора От фотонного пропагатора То есть короче Наш матричный элемент Представляет собой Наш матричный элемент Это и что такое Это и есть том Где Что сделать Почему Вот я здесь пишу Вот этот ток Комплексно сопряженный Да Этот ток Комплексно сопряженный Это что такое будет Это будет У с чертой По минус штрих Гамма бета Вот если я этот ток Мионный Комплексно сопряженный Запишу Это будет У с чертой По штрих Та же самая Гамма бета В от П плюс штрих Правильно? То есть это ровно то, что у меня стоит в правилах Феймана Когда я должен записать правую вершину Я ее вот так пишу Ток на ток Чтобы ток одинаково устроен был Спинор В, спинор У Понятно? То есть матричный элемент Мой Ку квадрат Это единица на С Единица на С А здесь просто стоит Произведение электронного тока На мионный ток Ток на ток Произведение одного тока на другой ток Давайте про каждый ток Сейчас поговорим Как он устроен в ультралитивистском пределе Начнем со спиноров У Вот у меня есть какие-то спиноры У от П Это есть Е плюс Н А Фи Сигма П Е плюс Н То есть вот у меня летит электрон Вот у него куда-то торчит спин Это его импульс П Это электрон То есть в ультралитивистском пределе Когда энергия у меня очень большая Я массы все выкидываю То есть у меня здесь будет корень из энергии Ультралитивизма А здесь будет стоять Фи А здесь так напишу Сигма Н умножить на Фи Где П вектор делить на Е Я обозначил за М Единичный вектор в ультралитивизме будет Правильно? Вот у меня возможны Две случая Два случая Поляризационных случая Когда первый случай Это когда Фи являются Собственным вектором матрицы Сигма Н с собственным значением Плюс 1 То есть у меня Мой спин должен быть направлен По направлению моего импульса То есть вот сюда у меня направлен импульс А вот сюда направлен спин Тогда мой спинер У Становится каким? Корень из Е А здесь стоит Фи Фи Как я могу написать вот это Фи Если я знаю Куда направлен Вектор П Чего равно Фи? Вот у меня есть направление М Да? И спин направлен По этому направлению Как мне написать спинер? Как он выглядит? Из квантовой механики Вы это должны знать То есть Сигма Н Это Ага Ага Давайте вы раздат напишите Как он выглядит? Вот то, что вы сказали Косинус это пополам Косинус это пополам Ну обычно симметричным образом записывает Ну вот сюда вот пишут Ну понятно Здесь с минусом как раз пишут А здесь с плюсом И Фи пополам Да Да Так Так чуть более симметрично Ага Хорошо Молодец Пока Сядьте сейчас Я формулирую задачу Потом Вы видите Вот И что мы видим Что вот этот У Я его так обозначу Правый Правый Эта штука является Это 4 спинера Является собственным спинером Вот такого проектора Правого проектора 1 плюс гамма 5 пополам Правый проектор Если я явно пишу Чему равна матрица Гамма 5 Это есть Единичная матрица Единичная 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 И одна вторая Правильно? То есть у меня Мой спинер Мой правый спинер Это его Собственный вектор Аналогично Если Если у меня Ситуация такая Что Спин электрона Направлен против Его импульса Где вот этот импульс То мой спинер Я его Буду называть Левым спинером Это есть Корень Корень из Е Здесь будет стоять Фи А здесь минус фи Правильно? Поскольку Сигма n равно Минус фи Сигма n равно Минус фи Вот И эта штука Является собственным Вектором Левого Спирального проектора Где Левый спиральный проектор Это есть Один минус Гава 5 Пополам То есть Это есть Одна вторая Один минус Один минус Один Один Вот так вот Такая история Это электроны Теперь Если у меня Есть позитроны Позитроны У меня Описываются В Правилах Феймана С помощью Отрицательно-частотных Тушений С помощью Спиноров В Которые Есть корень Из Е плюс М Здесь стоит Сигма П На Е плюс М Хи Здесь стоит Тоже Хи Вот у меня Полетел Куда-то Позитрон Позитрон Вот это его Им Им Плюс П В ультралятивистском Пределе В ультралятивизме У меня точно так Здесь остается Е А здесь Сигма Н Хи И Хи Как у меня Строится Хи Если я знаю Куда направлен Спин позитрона Я по спину Позитрона Вот у меня есть Направление Спи Я строю Спинор Фи По этому Правилу Как в раздак Написал Я Тета Знаю Куда Вектор Кси направлен И Фи Знаю Строю Фи А потом Что я должен Сделать Хи Чему Ровно Тогда Который Сюда Подставляю Минус И Сигма 2 Минус И Сигма 2 И вот это Фи Со звездочкой Правильно Это Фи Со звездочкой Окей Давайте Я теперь Возьму Тогда Правый Позитрон То есть Позитрон У меня Пусть Будет Правый То есть Спин у него Направлен Вот так Тогда Сигма Н На Хи Чему Равно Если У меня Позитрон Правый То есть Сигма Н На Фи Позитрон Равно Фи Вот это Я знаю Тогда Сигма Н На Хи Чему Равно Вразда Давайте Напишите Не Сигма Нельзя Так Просто Пихать Сюда Она Не Коммутирует Да Напишите Нормально Видно Будет Что можем сделать С этим выражением Написать Коммутирует Наверное Ну вот Сигма и сигма 2 Вот Этим Свойством Давайте Воспользуемся Вот Сюда Единичную Матрицу Вставить Сигма 2 В квадрате Напишите Пока Полностью А потом Будете Преобразовывать Пока Нету Здесь Никакого Сигма Да Отлично Вот это Чему Равно Исходя Да То есть Минус Сигма Н Сопряженная На Фи Сопряженная Да А что Такое Сигма Н На Фи Мы знаем Сигма Н На Фи Равно Фи Да Возвращаемся К Хи Снова Хи Это Что Такое Нет Это Равно Это Равно Хи Я писал Минус И Сигма 2 На Фи Со Звездочкой Здесь Фи же Тоже Со Звездочкой Будет У вас И Сигма 2 Фи Со Звездочкой Через Хи Это Что Такое Минус Хи Да То есть Получаем Что Для Правого Позитрона У нас Правый Позитрон У нас В Как Выглядит Ультравитивизм Корень Из Энергии Здесь Минус Хи Будет Правильно Сигма Мы только Получили Сигма Н Отлично То есть Мы Получаем Что Правый Позитрон Правый Позитрон Он Является Собственной Функцией Какого Проектора Левого Проектора Да Если Я на Левый Проектор Умножу То Получу Его А если На Правый Проектор Умножу Получу Ноль Правильно Правый Проектор И Наоборот Если У меня Позитрон Левый Позитрон Левый То Он Является Собственной Функцией Правого Проектора Да То есть Если Я Вот Здесь Кси Направил В Противоположную Импульсу Сторону Импульсу бы, что позитронная левая волновая функция, это собственная функция правого проектора, да? Понятно? Вот. Отлично. Давайте теперь попробуем, ну, раз вы вышли, то давайте это и сделайте. Попробуем написать наши токи для конкретных спиральностей. Вот давайте первая конфигурация. Я отсотру. Первая спиральная конфигурация будет такая. Допустим, правый-левый переходит в правый-левый. То есть картинка какая у нас? Вот у нас есть электрон и позитрон. Позитрон сюда, здесь по минус, здесь по плюс. У электрона электрон правый, позитрон левый. Их спины нарисуйте. Ну, вот где-нибудь, чтобы с импульсом упутать, вот здесь вот, да? Вот здесь вот. Окей. Давайте напишем, как выглядят вот эти выражения, как эти токи выглядят. Сначала... Давайте напишем. Как вы выглядят? Ну, вот корень и... Нет, позитрон у нас с вами... Позитрон у нас какой с вами? А, то есть у нас... Левый... Позитрон у нас левый, да? Позитрон левый, электрон правый. Поэтому позитронная... Позитронная функция как выглядит? Если он левый, то он должен быть собственной функцией правого проектора, да? То есть, когда здесь плюс стоит. Хи, но здесь стоит не В, а В с чертой. Вы отдельно... Там крест еще есть. Угу, да. Окей. Так, правильно. Не имеется в виду... А как мы вот так написали? Мы же вот... Мы же вывели, то есть у нас получилось минус... Мы вывели минус для правых... Для правого позитрона, когда у него спин направлен по импульсу. А у нас здесь ситуация, когда он левый, правильно? Когда он левый. Угу. Гамма-альфа. А здесь что будет? Да. Зачем здесь крест? У вас электрон, начальный электрон, он правый. Да, вот такой вот. Угу. Как вот эти... Вот это хи с вот этим фи связано? Ага. Вот этой формулы. Какой? Вот. Вот этой формулы, да. Ага. Окей. Ну вот и давайте, если у нас ось... ось... Допустим, у нас есть вот эта ось направления импульса, да, который характеризуется каким-то углом, углом тета, да? Углом тета. То есть наш фи... Наш фи — это есть косинус тета пополам и синус тета пополам. Вот наш импульс, вот этот первоначальный, да, мы считаем его, что он расположен под углом тета к оси z. Да. Вот этот импульс, да? Тогда хи с чему равна, которую мы сюда пишем? Напишите его. Минус и сигма два на фи садвёдочке. Это что такое будет? Ну и явное выражение. Минус и сигма два — это что-то... Давайте нормально. Напишите где, а не как попало. Вот тут вот там сотрите и напишите. То есть хи будет чему равна. Минус и сигма два — это что за матрица? Ну сигма два — это один-один. Нет. В недиагональной. Ну, недиагональной. Не-не-не, это сигма один вы пишите. А, все-все. Ноль минус и и ноль, да. На минус и умножаем, значит, что получится? На минус и умножьте и пишите матрицу, которая получится. Вот эту матрицу напишите. Минус и сигма два. Как она явно выглядит? Отлично. Тут будет минус, синус, т.е. пополам. Здесь косминус, т.е. пополам. Ага. Хорошо. Ну вот давайте считать наши компоненты. Здесь стирайте все. Это мы пока написали только начальный ток. Вот этот право-левый, да? Право-левый. Отдельно надо посчитать для каждой альфы. Ну, пишем для альфа равное нулю. Ну, там. Жи ноль. Корень из двух е выносим. Это будет е. Здесь это у нас строка будет, да? Хи-хи. Вот наш хи, да? Такой. Минус синус, т.е. пополам. Косинус, т.е. пополам. Чуть менее размашистый пишите, чтобы в доску влечь хотя бы. Гомоноль на гомоноль дало единичку. А здесь наша фи стоит. Косинус, т.е. это синус, т.е. Кто посчитает жи, поднимите руку, я посмотрю, чтобы самостоятельно в страдках. А то есть бамбук сидите, курите, я смотрю уже. Чего у вас одна вторая? Откуда одна вторая? Ну, вот здесь 70, а потом 80, а потом 80, а потом 80. Вы сначала все соберите, сначала все соберите, а потом упростите, потом уже упростите, может у вас все будет проще. А, ноль просто. Просто ноль будет, да? Просто ноль. То есть нулевую компоненту нет. Первую компоненту смотрим. Чуть менее размашистый пишите, чтобы у вас сиглуматрица сюда влезла. Ж1, да? Также Е выносится. Е выносится. Здесь все то же самое, только вот здесь. Да, здесь будет. Ну вот, можете по центру доски писать, потому что там будет некая матрица, да, у вас. Минус. Ага, хорошо. А здесь матрица гамма 0 на гамма 1, да? Это матрица, состоящая из сигма 1 по О в диагонали, правильно? Не, 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 по О в диагонали. Это матрица, это матрица 4 на 4, да? Где у вас, не, не, побольше нарисуйте. Вы сейчас будете перемножать мнение. Да. И вот, да, здесь у вас нули, а здесь сигма 1 стоит, и здесь сигма 1, да? Да, правильно, отлично. И умножаем на вот этот вектор. Сверху все можете стереть, мы уже его посчитали, что здесь 80, это пополам. Ага. Это можно уже стереть сюда. Сверху все можно стереть. Ага. Значит, что мы здесь получаем? Значит, первую единичку мы должны умножить на синус, да? То есть будет минус синус, ну, как есть, так и пишите. Минус синус в квадрате, это пополам, да? Дальше это. Это вот на эту умножить, это синус. Ну, одна плюс одна вторая. Откуда одна вторая? Ну, если полную было возможно. Не надо полную, я еще раз говорю. Сначала все упрощаете, потом уже, сначала все собираете, потом упрощаете. Ну, косинус квадрат. Косинус в квадрате, это пополам. С каким знаком? Плюсом, да? Плюсом. Ага, дальше. Здесь минус, а здесь плюс, ну, минус синус в квадрате. Ага. И плюс косинус в квадрате. И плюс то косинус в квадрате. То есть просто удвоится все выражение. Да. Да, правильно. А теперь уже можете упрощать. Что это такое? А где? На косинус. На косинус двойного угла, да. Тета. На косинус тета. Ага. Отлично, молодец. Следующий смотрим. Альфа равная двум. Правильно считаем? Давайте я пока вот здесь немножко постираю, чтобы время посудить. Альфа равная двум. Альфа равная двум. Альфа равная двум. а двойку вы уже как бы наперёд знаете что двойка куда но что здесь будет то есть минус умножится на синус и с минусом дальше косинус плюс не вот еще раз минус синус умножился у вас на минус синус стал плюсом до минус здесь был и здесь тоже минус косинус у вас косинус умножился на косинус тоже с плюсом так и пишите минус синус умножился на минус до косинус на костюме все да то есть костюм от вот двойку вынесли 2 и еда отлично и последнее у нас с вами такая конфигурация хорошо Так, минус-синус умножился на косинус. Так, минус-синус. Вот это, по-моему, можно сэкономить. Потом, косинус-плюсом умножился на минус и умножился на синус. Ну, то есть здесь удвоенный. Минус-синус умножился на плюс и на косинус. Тройка уже. Да. И косинус умножился на минус-четверка. Да. Минус-четверка. Ну, простите. Ну, здесь был синус-тетос. Напишите это. . Минус-2, минус-2e. Минус-2e, да, на синус-тетос. Да, чисто у нас получился вот такой ток. g-alpha. Давайте, мы его напишем. 2e вынесем, а здесь что у нас осталось? Нулевая компонента у нас 0, здесь косинус тета, да, и минус синус тета. Минус синус тета, отлично. Вот такой вот ток. Вот у нас с вами все готово. Мы смотрим, правый-левый переходит в правый-левый. Правый-левый в правый-левый. Значит, у нас как будет выглядеть наш электронный ток? Жильт электронный. У нас толкновение происходит по первоначальных электронам с позитроном, происходит по оси Z. То есть никакого угла тета у нас нет. То есть мы должны тета положить равное 0. Ну вот и пишите для тета равное 0 какой ток получается. И 0, отлично. Дальше наш мионный ток, он у нас отвечает направлению импульса под углом тета, да? То есть именно то, что мы с вами считали, правильно? А значит, как он будет выглядеть? Вот так и будет. Ладно, перепишите. Два Е перепишите. Здесь тоже, кстати, два Е. В смысле просто переписываем? Просто переписываем на. Отлично. Теперь давайте находим амплитуду. Вот у нас уже написана амплитуда. М равно. М равно. Единица на S. S это 4Е в квадрате, да, у нас? 4Е в квадрате. 4Е в квадрате. Дальше вот здесь вот будьте осторожны. Почему? Потому что вы должны комплексно сопрячь вот этот вектор, да? Книжний вектор. И на минус И. И еще учесть ковариантность. То, что у вас пространственная часть со знаком минус будет входить. Вот эти вот. Эти со знаком минус будут входить, да. И перемножить. Эти скалярные произведения. То есть это что такое будет? 4Е в квадрате. 4Е в квадрате отсюда будет, да? Да. Плюс 1, да. Да, все. Ну что это такое будет? Кстати, я когда так писал, я еще, и вы, конечно, меня извините, но здесь в маточном элементе есть еще константа связи, да? Е квадрат еще. Е квадрат. Сюда вот Е квадрат. Допишите? Е квадрат. Константу связи забыли написать. Ага. На Е квадрат. Отлично. Правильно. Это амплитуда правый-левый, правый-левый в правый-левый, да? Правый-левый в правый-левый. Если бы я брал амплитуду, скажем, правый-правый в правый-левый, чему она была бы равна? Ну, или почему? Чему это отвечает? Почему минус косинус? Еще раз смотрите внимательно. Я должен здесь сопрячь вектор и учесть ковариантность. Ну, вот это скалярное произведение, оно с учетом нашей метрики Минковского, да? То есть я сопрягаю, здесь знак минус появляется. И учитываю ковариантность. Еще один минус будет, да? То есть здесь вот и-то останется на месте, то есть и даст минус-1. Правильно заметили? Вот, глядите еще раз внимательно. Умножаю. Вот я вот этот вектор сначала сопрягаю, вот здесь минус появляется, а потом еще раз минус, да. Вот так. То есть общий минус выносим, будет плюс, да. Да, вот сюда. Ага, да, спасибо, Жин. Угу, правильно. А правый, 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 левый, чего равно? Ну? Нулю, да. Это сразу из проекторов было видно. Почему? Потому что, вот если я беру ток, и они у меня оба правые, да, оба правые. Вот поскольку у меня мой позитрон правый, то есть он является собственной функцией левого проектора, правильно? Левого проектора. То есть P левое на V равно V, да. Дел отсюда, я получаю, что V с чертой, это есть P правое на V, да. То есть V с чертой является собственным вектором правого проектора. Если V является собственным вектором левого проектора, то V с чертой – собственный вектор правого проектора. Значит, здесь у меня что будет стоять? Здесь у меня получается такая комбинация V, гамма, альфа, У, да. Они оба правые. Значит, я могу сюда поставить правый проектор и сюда поставить правый проектор. То есть будет V с чертой, правый проектор, гамма-альфа, правый проектор, U. Правый проектор это 1 плюс гамма-5 пополам. Если я теперь 1 плюс гамма-5 пополам антикоммутирую через гамма-альфа, он переходит в 1 минус гамма-5. И получается, что у меня здесь возникает произведение левого проектора на правый проектор, а это 0. Правильно? То есть это равно 0. Какие у нас сейчас амплитуды есть? Еще левая, правая, правая, левая. Правильно? Вот такая амплитуда. Чему она равна? Как сразу сообразить? У нас же ничего не изменится. Вот у нас как изменится начальный ток? Если здесь у вас, смотрите, возникал фотон правополяризованный, когда у вас правая-левая здесь была, да? Правая-левая, вот этот фотон, он был вот такой. Это правополяризованный фотон. То когда у вас здесь будет лево-право, у вас фотон будет левополяризованный. Правильно? И соответствующий ток будет здесь со знаком минус. А это то же самое все. Это то же самое. Значит, матричный элемент, тогда чему будет равен? Здесь будет знак. Здесь знак другой, да, напишите. О, отлично. Хорошо. Теперь, что можно сказать про матричный элемент лево-правый в лево-правый? Как он связан с вот этим матричным элементом? Как вы думаете? Райан, почему? Ну, а из общих соображений, без конкретного вида. Это следствие чего? Что вы все спиральности можете начальных частиц и конечных поменять. Это что такое? Это какое свойственное вариантности теории? Тейн-вариантность. Начальные с конечными не меняются еще в тейн-вариантности. А здесь просто спиральности меняются. П-ин-вариантность, да. То есть из п-ин-вариантности у вас, ну, с точностью, возможно, да, некого знака, да, у вас есть равенство этой амплитуды и этой амплитуды. Да, все спиральности поменяли. Соответственно, вот здесь вот то же самое. Это есть с точностью до знака. Вот такая амплитуда, правильно? Такая. Отлично. Значит, мы нашли все спиральные амплитуды. Давайте из них найдем полное сечение. На этом закончим. Полное неполяризованное сечение. Неполяризованное сечение. То есть матричный элемент по модулю в квадрате усредненный. Как будет выглядеть? По модулю в квадрате, да, и усредненный. То есть по всем возможным конфигурациям мы усредняем, да. То есть у нас есть четыре возможные конфигурации начальные. То есть одна четвертая будет, да. И должны просуммировать все модули квадратов. По модулю в квадрате. Не-не-не, вы суммируете, вы же квадраты суммируете. Да, вот эти квадраты, вы их суммируете. Пополам, да. У нас одна четвертая из четырех возможных конфигураций, но из них две одинаковые. Вот эти две одинаковые и вот эти две одинаковые. Значит, одна вторая будет перед всем. Да, вот так вот. Подставляем. Е квадраты это 4П альфа. 4П альфа, все в квадрате. Ага, а здесь подставляем. Возводим в квадрат просто и все. Все, заканчиваем. Да, вот такое выражение. Такое выражение получили. И это в точности то же самое ультралитийское выражение, которое Эйдар в начале семинара получил. Правильно? Смотрите на него еще раз внимательно. То есть там просуммированный матричный элемент в квадрате через бета-фактор миона чего был равен? Напомните? То есть это было бета-мионное в квадрате на космос в квадрате тета. Да? Дальше что? Там было что-то типа бета-мионное в квадрате плюс 2. Правильно? Так же было? Да? Если у нас на 4П, на 4П альфа, на 4П альфа в квадрате. То есть у нас вот такое выражение было в нейрелятивизме. То есть общее выражение. Только по электронным релятивизмам. И видно, что когда бета-мионное стремится к единице, то есть ультралитивизм по мионам, мы получаем ровно то, что у нас с вами здесь вышло. То есть отсюда мы получим, естественно, то же самое полное неполяризованное сечение. Хорошо, спасибо. Вопросы есть по тому, что мы здесь сделали? Все понятно? В качестве такого маленького замечания. Вот у вас, когда частицы безмассовые, то вы видите, что мы гораздо быстрее все получали. Все выражения для амплитуд и так далее. Есть специально разработанный так называемый спинорный формализм. То есть если у вас частицы безмассовые, или вы работаете в ультралитивистском пределе, все амплитуды можно гораздо быстрее, эффективнее получать. Для этого нужно знать некий набор формул. Я думаю, я на следующий семинар даже скажу обзор, где есть этот набор формул. Может кому-то это пригодится по работе. Формулы, которые в себе содержат обычные тождества Фирца, тождества Шутена так называемые и так далее. С помощью них оказывается, что многие амплитуды в слабых взаимодействиях электродинамики в спиральном формализме можно очень быстро считать. Можно фотонные векторы поляризации представлять в виде произведения двух спиноров, каких-то спиральных. И в этом формализме многие сечения гораздо быстрее считаются, чем просто в лоб, когда мы берем и в нейролитивизме их считаем. Ладно, на этом все, мы закончим. Продолжение следует...